Мы вас просим, пожалуйста, давляться в чате, кто это еще не сделал. Соответственно, потом, сейчас на экране у вас как получить сертификат. Написано, пожалуйста, указывайте письма, когда вы пишите рейтенов свое помилое количество полностью, чтобы не искать по регистрации, для кого вы получите сертификат. Самое величное. Начинаем. Записано, начинавая часть. Спасибо, друзья, и уважаемые коллеги, представьте сегодня о чрезвычайной интернет-старте, как видите, приползите сертификаты, которые волнуют нас, так же, как и у вас, как создать видео. Я должна сказать, что программа из-за того, наверное, нахуй, или в конце, опять же, нахуй, когда-то, когда-то в коллеги, где-то, короткая, а то там была для нас. И, значит, сегодняшний день пришел тот момент, когда вы можете перед вами самочетателец из-за того, как ты делаешь делаешь. Мы все это делаем с первой недели, прикладываем везду к каким-то институтам в тюрем и 13-й и 10-й. форматизм, форматизм, vazamento, проведание, какого отношения с КПРДЖОВД ou на снятие в детьми? Кстати, интереснее есть программы. achten она. Я вам надавляющее задание. Я хочу вам сказать, что вы должны представлять, что у нас очень. Недавно, где-нибудь на фермификации Димаши, я пытаюсь, что нам очень приятно, что вы рассказали вам от них. И так далее, как вы, как вы все в основном делаете. Я надеюсь, что вы все можете вам создать. Спасибо большое, Марина Ефимовна. Мне только очень большая просьба, поставьте, пожалуйста, или ответьте в чате, хорошо ли меня слышно. Видно, не обязательно я могу убрать камеру, если будет мешать моя камера. Я приветствую участников семинара. Я благодарна, что вы посетили мой семинар и очень благодарна организаторам данного семинара. Данный семинар посвящен тому, как, используя Камтазия Студия, записывать ролики, и причем не просто ролики, а учебные ролики, те ролики, которые будут использоваться в учебном процессе. Камтазия Студия – это программа, которая используется для захвата экрана, то есть для захвата той, которая является рабочей областью или же рабочим столом. Сейчас как раз идет вебинар, и этот вебинар идет на платформе ВизиКью. У платформы ВизиКью свой определенный формат записи вебинара, и поэтому его сразу выложить на YouTube невозможно. Его надо перезаписывать. Так же, как и на платформе WebSoft. Вебинары невозможно сразу же выкладывать на YouTube. Для этого существует очень много программ, которые предназначены для захвата экрана, и одна из этих программ – Камтазия Студия. Я расскажу о программе Камтазия Студия 8, но сейчас уже есть другие версии Камтазия Студия 8 и так далее. Для чего первое всего, прежде всего, используется данная программа – для захвата видео. Записи видео и звука, работа со звуком, наложение титров, работа с графикой, создание спецэффектов и экспорт видео. И очень интересное – это наложение звука и видео на презентацию. Делать это можно различными способами. Можно это делать непосредственно в PowerPoint или же сохранить презентацию. Кто часто работает с данным программным продуктом PowerPoint, тот наверняка знает, что презентацию можно сохранить с помощью команды «Сохранить как» и «Сохранить отдельные слайды в виде картинок». У вас на компьютере будет создана папка. Эта папка будет иметь имя вашей презентации. В эту папку будут скопированы все слайды в виде отдельных картинок. Если у вас появится такая папка с отдельными картинками, эту папку можно открыть в программе Камтазия Студия, загрузить мультимедиу, это импорт мультимедиа, и потом озвучить каждый слайд в отдельности, переставить эти слайды, так как вам удобно, и сопроводить эти слайды в видеоинформации, или же вставить в эту презентацию уже в Камтазии Студии отдельные видеоролики. Итак, начнем с самого начала. После запуска Камтазии Студии на выполнение, я сейчас возьму указку, чтобы вам было лучше видно. Итак, после запуска Камтазии Студии на выполнении у вас появится вот такое окно. Это окно вы можете отменить при дальнейшем запуске Камтазия Студия, убрав птичку в нижнем левом углу, и тогда при очередном запуске Камтазия Студия окно это появляться у вас уже не будет. Но основное преимущество этого окна заключается в том, что вы сразу, используя команду «Запись экрана», можете перейти в режим записи экрана, или же в режим записи речи, или перейти в программу PowerPoint и в этой программе записать, прокомментировать свою презентацию. Либо открыть любой мультимедийный файл, это любой клип, который у вас записан, и отредактировать в Камтазии Студии этот файл. Что собой представляет редактор программы Камтазия Студия? Редактор программы Камтазия Студия состоит из нескольких окон. Это панель, это сервисная панель, вот это вот окошечко, это сервисная панель, далее окно предварительного просмотра, и самую большую часть в программе Камтазия Студия занимает временная шкала. Вот на этой временной шкале как раз и происходит редактирование всех файлов. В качестве файла может использоваться простая картинка, в качестве файла может использоваться звуковой фрагмент, который вы записали в другом программном продукте, и в качестве файла может использоваться любой файл из библиотеки программы Камтазия Студия. Эту библиотеку вы можете пополнить из интернета, вы можете записать сюда различные заставки, внешние заставки, которые вам понравились, и которыми вы можете начинать свой видеоролик. Большей частью данная программа используется преподавателями иностранных языков, хотя не всегда только преподавателям иностранных языков. Почему именно преподаватели иностранных языков? Потому что здесь вы можете проговаривать текст, который ученик за вами может повторить, и в этой программе вы можете прокомментировать, что в дальнейшем необходимо выполнить данному ученику или же студенту. И еще, что немаловажно, программа Камтазия Студия позволяет производить опросы и позволяет создать учебный программный продукт, который при правильном ответе на тот или иной вопрос переходит на другой видеоклип. То есть программа Камтазия Студия не только записывает, не только захватывает экран, но при дальнейшем редактировании вы можете создать очень интересный урок по тому или иному предмету. Итак, развернутая панель вкладок представляет собой следующие возможности. В правом верхнем углу вот эта вот красная кнопочка это переход в режим записи экрана. Вы могли бы перейти в режим записи экрана сразу при загрузке программы Камтазия Студия. Это на приветственном окне была такая же пиктограммка запись экрана. Или же уже когда вы зашли в редактор Камтазия Студия, можете нажать данную пиктограммку. Это переход в режим записи экрана. Вот эта вот кнопка, которая находится в правом верхнем углу на панели просмотра, позволяет откреплять окно просмотра. Это окно просмотра легко может перемещаться по вашему окну. Вы можете его переместить в любое место. И перейти в полноэкранный режим, если вам удобно просматривать видеоролик в полноэкранном режиме. Если вы нажали на кнопку «Перейти, начинать запись экрана», то у вас на экране появится вот такая вот область, которая будет окрашена пунктирной линией, зеленой пунктирной линией. Это называется область записи экрана. Сейчас у меня на экране белая область экрана, потому что специально для копирования, для слайда была сделана белая область экрана. Но это у вас может быть уже область вашей презентации или область вашего рабочего стола. И какие возможности предоставляет Камтазия Студия. Посмотрите, пожалуйста, на нижнюю панель. Вы можете выбрать полный экран, если вы кликните на данную пиктограмму, и тогда вот эта область, которая закрашена пунктирными зелеными линиями, она будет охватывать весь ваш экран или же весь ваш рабочий стол. Далее, конкретная область, то есть выделенная область, вы можете выбрать только ту область, которую вы хотите записывать. Это может быть область, во-первых, активного окна. У вас на экране могут быть открыты одновременно несколько программных продуктов, и вы можете записывать только активное окно, то есть то окно, которое в данный момент является активным. Далее, посмотрите, вот здесь такая цепь, указана цепь. Если вы разорвете эту цепь, то та область, которая будет выделена вами, она будет независимо от ширины и длины определять область записи. Если у вас замкнута эта область, то прямоугольник, ширина и высота взаимосвязаны. И если вы будете увеличивать ширину, то пропорционально будет меняться и длина. То есть вот эта замкнутая цепь означает пропорциональное изменение области записи экрана. Вот что вам надо сделать перед тем, как нажать на кнопочку REC, то есть начать непосредственно запись. Вы сейчас пока перешли в режим записи экрана, но не в саму запись экрана, пока запись экрана еще не началась. Вы устанавливаете, каким образом вы будете записывать экран. Первое. Устанавливаете область записи экрана. Далее. Вы можете включить камеру. Посмотрите, вот камера сейчас отключена. Если вы включите камеру, то вы можете записывать действия экрана, все действия, которые будут происходить у вас на рабочем столе, вместе с видеокамерой, то есть вместе с вашим изображением. Не только со звуком, не только вы можете комментировать ваши действия в микрофон, но и сопровождать ваши изображения. Если вы еще кликните на данную пиктограммку Tools, инструменты, то вы можете помимо видеозаписи и помимо звука комментировать свою презентацию. Что означает комментировать презентацию? Графическими комментариями. Вы можете выделять определенные фрагменты на вашей презентации. Вот, посмотрите. На данном слайде, скажите, пожалуйста, меня хорошо слышно? Все хорошо? Никакого шума нет? Чтобы я знала. Спасибо большое. После того, как вы нажали на данную кнопку, запись, что у вас происходит на экране? У вас на экране появится обратный счет. Перед тем, как начинать запись, Камтазия Студия предупреждает, чтобы вы были готовы. На счет 3, 2, 1, 0. После того, как у вас обратный счет дойдет до нуля, начнется непосредственно запись. Во время записи данная панель, она будет спрятана. Это сейчас эта панель видна у вас на экране. Эта панель, в зависимости от области, которую вы выделили, она может быть видна на экране, а может быть не видна на экране, она может быть свернута. Для того, чтобы остановить запись экрана, вам надо будет нажать на кнопку F10. Здесь на панели во время записи выбраны инструменты. Какие это инструменты? Во-первых, во время записи вы можете регулировать запись звука, вы можете убрать звук, если вы не хотите записывать звук, если он вам мешает, и вы потом на данный слайд будете накладывать другой видеоролик, записанный совершенно в другом программном продукте, или же в этом программном продукте. Звук вы можете убрать. Но комментарии, какие комментарии? Вот эффекты. Эффекты. Если вы нажмете на пиктограммку эффекты, то у вас появятся следующие эффекты. Это ручка. Вы можете комментировать и писать ручкой на слайдах, на видеоролике, на видеофрагменте, делать какие-то пометки. Вы можете нарисовать, выделить прямоугольным объектом. Если речь идет о каких-либо персонажах, вы этот персонаж можете выделить прямоугольной рамочкой. Вы можете закрасить какой-то объект или же какой-то персонаж. Вы можете круглым объектом выделить этот персонаж. Далее, что немаловажно, вы можете поставить метки, для чего необходимы вот эти вот маркеры. Для чего необходимы эти метки? Они у вас видны на экране, не будут. Но может произойти следующее. Во время записи, действия на экране, могут произойти какие-либо незапланированные звуки. Вам могут позвонить по телефону, вам могут постучать в двери, может пройти по улице троллейбус, по улице автобус. И вот эти звуки, эти помехи могут вам помешать. Поэтому вы можете ставить маркеры и потом в режиме редактирования убрать эти звуковые элементы, убрать из видео фрагмента. Для чего еще необходимы эти маркеры? Если вы просматриваете на экране видеоролик и вы хотите именно вставить в презентацию этот фрагмент, вот именно этот фрагмент, вы делаете метку. И потом вы можете вырезать фрагмент или же сделать какой-то акцент на этом фрагменте. Или же сделать переходы. Вот для того, чтобы делать переходы, записывать какие-то новые эффекты в видеоролик, и нужны эти маркеры. На видеоролике эти маркеры видны не будут. Они будут видны только во время редактирования. Итак, после того, как вы записали видеофрагмент, у меня видеофрагментом была работа в социальной сети. Я записывала вот этот фрагмент «Работа в социальной сети». После того, как вы нажмете на клавишу F10, то есть остановка записи видеоролика, у вас появится данное окно. И вы должны будете ответить на следующие вопросы. Удалить ролик, если вам не понравилось, вы полностью, вы хотели записать одну информацию и полностью сбились при чтении или же просмотра презентации. Если вы хотите удалить этот видеоролик и начать все заново, тогда вы кликаете на «Делит» и удаляете данный видеоролик. Если вы считаете, что ваш видеоролик удался и полностью вы согласны с той информацией, которую вы только что записали, вы тут же кликаете на данную пиктограмму и можете сразу же выложить этот видеоролик либо на YouTube, либо на сайт, либо записать на CD. Если вы хотите продолжать работать с этим видеороликом, вы кликаете на пиктограмму «Save and Edit». Данная пиктограмма позволяет вам сохранить проект, но проект будет сохранен вот именно с тем разрешением, с которым сохраняются все видеоролики в Camtasia Studio. Это камрек. Это расширение дочерних продуктов. То есть в каждой программе создаются определенные дочерние продукты, которые распознает именно эта программа. Ни в какой другой программе вы открыть эти видеоролики не сможете. Проект, который будет записан и сохранен с помощью данной пиктограммы, можно будет открыть только в Camtasia Studio. Итак, в этом окне вы можете просмотреть записанный видеоролик, еще раз убедиться в том, что вы записали то, что хотели, или данный видеоролик можно редактировать, и он может быть вам полезен в дальнейшем. Вы нажимаете на данную пиктограммку и переходите в режим редактирования, что позволяет делать редактирование. При редактировании данного видеоролика вы этот видеоролик перемещаете на временную шкалу. В качестве примера здесь видеоролика фрагмент Маши и Медведь, который был записан. Этот видеоролик при перемещении на звуковую шкалу, на временную шкалу, появится звуковая дорожка. Вот, посмотрите, пожалуйста, появилась звуковая дорожка. Здесь, к сожалению, да, и мое упущение, наверное, здесь, посмотрите, прокрутка вниз опущена, чтобы показать звуковую шкалу. А вот видео, видео, видео здесь не видно на временной шкале. Ну, поверьте мне на слово, что вот это, вот это, это есть видео. И посмотрите, пожалуйста, если вы во время редактирования, да, перетаскивается на временную шкалу любой клип, это просто вы придерживаете левую клавишу мыши и перетаскиваете на временную шкалу. Это очень просто. Drag and drop. Перетащите, бросите. Это везде, везде, во всех программных продуктах эта команда выполняется одинаково. Появляется у вас звуковая шкала, и с этой звуковой шкалой вы можете делать все, что угодно. Первое. Если по каким-то причинам у вас в вашем видеоролике звук очень тихий, и вам надо увеличить этот звук, все это сделать возможно. Для этого. Первое. Вам надо кликнуть на пиктограммку аудио. У вас звуковая шкала окрасится в зеленый цвет, так же, как у меня сейчас показано на данном слайде. И вы за вот эту границу, верхняя граница, на которой указано 100%, вы придерживая левую клавишу мыши, вы можете поднять эту звуковую шкалу до того уровня звука, который вам необходим. Но хочу еще отметить следующее. Вот эти точечки, которые здесь указаны на временной шкале, вот это и есть маркеры, это и есть метки на временной шкале. Когда я начну сейчас поднимать данную звуковую, звукоуровень звука, то у меня поднимется только вот эта часть от маркера до маркера. Для того, чтобы изменить уровень звука от следующего маркера до следующего маркера, я должна снова поднять этот уровень звука. Для чего нужны маркеры на звуковой дорожке? На звуковой дорожке маркеры нужны еще и для того, чтобы звук сделать менее интенсивным или же звук свести на нет по каким-либо причинам. Делается это с помощью команд, которые приведены в разделе команд. Вот посмотрите, что здесь можно сделать со звуком. Если есть посторонние шумы, то можно удалить посторонний шум или можно уменьшить громкость, увеличить громкость или свести громкость на нет. Что еще возможно в режиме редактирования? В режиме редактирования можно вставить можно вставить титульный клип. Титульным клипом может быть просто картинка. Простая картинка с развернением JPEG, она является тоже как мультимедиа, это тоже клипом является. И этот клип будет добавлен в разделе клипов. Вот посмотрите, если вы кликните «Добавить клип», и выберите любую картинку на своем диске, то вы можете написать на этой картинке любой текст. Вот здесь выбран шрифт, выбран текст этого шрифта. И на той картинке, которую вы выбрали в качестве титульного клипа, вы можете добавить любой текст. Этот текст может перемещаться по картинке, можете его увеличивать. И можете выбирать любой цвет, центрировать по левому, по правому краю и так далее. Очень удобно при работе с Кантазия Студия использовать горячие клавиши. В большинстве случаев панель инструментов, которая используется для записи видеоклипа, она будет спрятана у вас, свернута в пиктограммку. И для того, чтобы не мешать, не разворачивать ее все время и не выбирать нужную команду, можно пользоваться комбинацией горячих клавиш при работе в режиме Screen Draw. Это для рисования во время записи. Здесь можно распечатать эти горячие клавиши и потом их использовать во время записи. Что интересное еще Кантазия Студия, это раскадровка. Что такое раскадровка? Раскадровка это следующее. И хочу сразу предупредить. Вот если вы будете комментировать и редактировать свою презентацию, то в качестве отдельных кадров будут ваши слайды. Это первый слайд, это второй слайд, третий и так далее. Если вы перейдете в режим раскадровки сразу после записи информации с экрана, то у вас будет один единственный кадр. Раскадровка практически будет заключаться в том, чтобы вставить перед вашим видеороликом какой-то переход и после вашего видеоролика какой-то переход. Поэтому перед тем, как перейти в режим раскадровки, вам надо разбить ваш видеоролик на несколько частей. Как осуществляется разбивка видеоролика на несколько частей, я вам покажу на другом слайде, потому что на этом слайде нет разрезать. Я вам обязательно покажу на другом слайде. Итак, режим раскадровки временной шкалы. Это у вас отдельные слайды. Отдельные слайды, которые вы хотите использовать в своей презентации. Или же отдельные фрагменты видеоролика. У меня фрагменты видеоролика были разбиты на разные части. Это тот же мультик «Маша и медведь». При раскадровке у вас появляется окно с возможными вариантами переходов. Что это за варианты переходов? Это может быть крутящийся куб. Это может быть вот такая вот смена типа волны. Это горизонтальное смещение. Это вот такое кручение, жалюзи и так далее. Переходов очень много. И в разных версиях эти переходы различные. Большей частью для начала видеороликов используют вот такой крутящийся куб. Потому что первый слайд, это может быть титульный слайд. На этом слайде записано название вашего видеоролика, название вашего урока. Потом перемещается этот куб и начинается первый фрагмент вашего видеоролика. Для чего нужны эти переходы? Они обычно тематические. Если у вас закончилась одна тема, вы переходите к другой теме, используя вот эти переходы. Это называется раскадровка. Делается она очень просто. Для того, чтобы увидеть, что собой представляет эта раскадровка, вы просто подводите курсор к определенной раскадровке. И вот в этой области, это область просмотра, вам продемонстрируют, что представляет собой данный эффект. Если он вам понравился, вы просто берете, придерживая левой клавишей мыши, перетаскиваете его на временную шкалу. Вот именно в то место, где у вас разрыв. Вы не можете вставить переходы, если у вас между слайдами, или же между, ну между слайдами всегда разрыв, извините, пожалуйста. А вот если у вас непрерывная запись видео, обязательно надо сделать разрыв. И в любом месте разрыва вы можете вставить различные эффекты. После того, как вы вставили эти эффекты, вы возвращаетесь в клип-бар, просмотр клипов. Вот сюда вы возвращаетесь. И начинаете просматривать этот видеоролик уже с полученными эффектами. Если вам это нравится, вы оставляете. Если вам не нравится, вы переходите опять в раскадровку, кликая на данную пиктограмму, и убираете те эффекты, которые вам не понравились по какой-либо причине. Что еще возможно и очень интересно при создании, при создании видеоучебных видеороликов, акцентировать внимание на каком-либо объекте или же на каком-либо предмете при просмотре видеоролика. Вот посмотрите, что можно сделать. Можно добавить всевозможные эффекты. Вот этот эффект называется подсвечивание. Вы можете подсветить. Это работа с выносками. Работа с выносками. Это пиктограммка. Вот она, эта пиктограммка. Если вы кликаете на эту пиктограммку, то у вас появится окно, работа с выносками и всевозможные выноски. Это может быть маркер. Вы можете подчеркнуть маркером. Вы можете высветить определенный участок вашего видеоролика, а все остальные будут затемнены. Чтобы акцентировать, здесь в качестве примера облачко выделено. Вот чтобы посмотрели, обратили внимание на данное облако. Если какая-то информация или же какой-то предмет, который вы не хотите, чтобы он был виден у вас на экране, для этого есть пиктограммка размытия. Вы часто видели в некоторых видеороликах, что размывается название фирм, чтобы ваш видеоролик не воспринимали как рекламный видеоролик. Если вы используете какие-то названия или какие-то плакаты, желательно их размыть, чтобы не было видно, что написано на этих плакатах или же название фирм. Потому что, когда вы будете размещать этот видеоролик на YouTube, то могут возникнуть некоторые сложности. И та фирма может предъявлять претензии к вашему видеоролику. Даже при записи вебинаров, желательно, чтобы не было видно, какая платформа использовалась для проведения вебинаров. Это тоже очень спорный вопрос, и многие представители могут свои претензии к вам предъявить. Так же, как и к музыкальному сопровождению. Если вы не получили разрешение на использование того или иного музыкального сопровождения, к вам могут предъявлять определенные претензии. Итак, размытие изображения, высвечивание изображения. Здесь вы можете осуществить переходы. Вы можете включить такой фрагмент, что при нажатии на данную кнопочку изобразить, в качестве кнопочки может быть определенный предмет, может быть солнышко. Если при нажатии на солнышко, вы можете перейти на другой кадр. А это солнышко может представлять собой либо вопрос, либо какая-то викторина. Если вы видеофрагмент, видеофрагмент это у вас видеовикторина. Это очень интересно делать различные викторины в Кантазия Студии. На временной шкале, на временной шкале, вот вы видите здесь, да, как я вам и обещала, посмотрите, пожалуйста, на данную временную шкалу. На данной временной шкале есть вот такая вот линейка, где лупа со знаком минус и лупа со знаком плюс. Для чего это используется? Это используется в основном для того, чтобы весь ваш видеофрагмент поместился на временную шкалу. Если вы уверены, что звук у вас записан правильно, без всяких ошибок, и вам не надо его редактировать, и вы только хотите посмотреть, где осуществить разрез, как разрезать ваш видеоролик. Режется видеоролик с помощью вот этой пиктограммки. Вот эта вот пиктограммка разрезать. Если вы... А вот этот бегунок, да, я спрошу прощения, о самом главном вам не рассказала. Вот этот вот бегунок, он выставляется в то место, в то место, просто придерживая левую клавишу мыши, вы переставляете в то место, где вы хотите поставить либо маркер, либо разрезать ваш видеокадр. Вы переставляете этот бегунок, кликаете на данную пиктограммку, и у вас появится разрыв. У вас появится разрыв в вашей видеозаписи. Если вы хотите получить разрыв только в видеозаписи, но не в звуковой дорожке, вы должны поступить следующим образом. Вы должны отключить звуковую дорожку от видеодорожки. Делается это с помощью данной пиктограммки. Вот здесь вот такой замочек. Если замочек замкнуть, то звуковая дорожка при редактировании видеодорожки редактироваться не будет. Она не будет разрезаться. Она останется без изменения. Если здесь разомкнут замочек, то все изменения, которые вы производите с видеодорожкой, будут отражаться и на звуковой дорожке. На это надо обращать внимание. И посмотрите, пожалуйста, что здесь изображено на временной панели. На временной шкале несколько звуковых дорожек. Вот эта звуковая дорожка и звуковая дорожка, которая сопровождает мультфильм. Вот эта звуковая дорожка была получена вместе с мультфильмом. А вот эта звуковая дорожка уже наложена на данный видеофрагмент дополнительно. Дополнительно вы можете накладывать сколько угодно звуковых сопровождений. У вас будут появляться новые звуковые дорожки. Вот здесь звук 2. Если вы хотите еще добавить во время данного перехода, сопровождать его звуковым фрагментом, то у вас появится звук 3 и так далее. Здесь звук 4, звук 5. И каждую звуковую дорожку вы можете редактировать отдельно. Вы можете увеличивать эту звуковую дорожку. А увеличивать просто, придерживая левую клавишу мыши, растягивать или уменьшать звуковой и видеофрагменты. Вот на этой шкале указано время. И вы можете просмотреть, сколько времени занимает тот или иной ваш фрагмент. И по времени можете судить, в какой момент вам остановить, в какой момент вам сделать опрос, в какой момент вам записать упражнение. И вообще, сколько времени занимает данный видеоролик. Обычно считается, что учебный видеоролик не может занимать более 10 минут. Это очень утомительно. Это я вот сейчас вас утомляю своим видеороликом. Но это вебинар. И я очень долго уже говорю и не спрашиваю о том, как вы меня воспринимаете. Это большой минус моего доклада. Через каждые 5-10 минут надо задавать вопросы, как вы меня слышите и какие у вас вопросы ко мне. Это неправильно я веду вебинар, конечно. Так что прошу прощения. Я чересчур увлеклась материалом. Хочу как можно больше вам рассказать. Так что скажите, пожалуйста, как вы меня воспринимаете и есть ли у вас ко мне вопросы. Все ли слышно? И могу ли я продолжать дальше? Спасибо большое. Спасибо большое. Да, прошу прощения. Это моя ошибка. Итак, в видеоролик в любом месте вы можете вставить опрос. Это очень интересно. И если опрос выполнен правильно, вы можете в этом опросе сделать различные переходы. Если ученик, школьник или обучаемый ответил правильно на данный вопрос, то он может просматривать видеоролик дальше. Если он ответил неправильно, то вы возвращаете на начало просмотра ролика. Или можете включить запись, включить ссылку на YouTube. То есть подключить совершенно другой видеоролик с другим материалом, учебным материалом, который он обязан пройти. Это очень интересная возможность в Camtasia Studio вставка опроса. Ну а в качестве опроса те же самые виды вопросов, которые есть и в любых тестах. Это тест с единственным ответом. Это есть тест со множественным выбором. И тест с произвольным. То есть можно ввести текст. Вот вы выбираете тип опроса. На ленте, на временной шкале все ваши действия будут отображаться. Посмотрите, здесь маркер. Если вы использовали маркер, он будет зелененького цвета. Если вы использовали разрыв, то этот разрыв будет высвечиваться. Высвечивается у вас разрыв. Вы будете знать, где у вас произошел, где вы поставили разрыв. И если вы использовали опрос, то этот опрос тоже у вас будет высвечиваться на временной шкале. Временная шкала позволяет вам полностью отредактировать ваш видеоролик. А вот эта прокрутка лупа минус и лупа плюс, если вы увеличите временную шкалу, например, до максимума вы увеличите временную шкалу, это позволит вам отредактировать звуковую дорожку. Вы знаете, что сам собой звук представляет собой колебание. И если на этой звуковой дорожке у вас появилась линия без колебаний, это означает, что вы временно запнулись, или вы ищете подходящее слово, или, как тоже, прошу прощения, бывают слова-паразиты. Вот, эти слова-паразиты, некоторые, когда волнуются, повторяют одну и ту же фразу, это вот ко мне относится. Некоторые, когда волнуются, они останавливаются и начинают вспоминать ту фразу, которую они хотели сказать. Для того, чтобы убрать эти все слова-паразиты и откорректировать звуковую дорожку, вы можете вырезать их. И то, что я вам говорила, что посторонние звуки, например, звонок телефона, звуки машины, стук, вы можете просто ударить случайно, случайно по столу чем-то, что-то у вас может упасть ненароком. Вы можете все эти звуки удалить со звуковой дорожки. Делается это тоже с помощью вот этого бегунка. С помощью этого бегунка, вы видите здесь зеленый квадратик и красный квадратик. Вы устанавливаете этот бегунок в то место звуковой дорожки, какой фрагмент, на начало фрагмента, который вы хотите удалить. Тянете за красный квадратик, выделяете область, то, что я сказала, если у вас нет там звуковых колебаний, то есть нет никаких колебаний, а прямая линия, вы выделяете эту область прямой линии и удаляете, кликаете либо на ножницы, либо на клавишу Delete. Удаляете этот фрагмент, и он у вас уже исчезнет. А вот фрагмент с посторонними звуками, когда вы ненароком закашлялись, ну бывает такое, когда вы делаете доклад, и случайно вы начинаете кашлять. А перезаписать у вас нет возможности этот видеоролик. Удалить это тоже возможно. Когда вы кашляете, это наоборот очень резкое увеличение звука. На звуковой дорожке появляются такие резкие колебания. Это и звук телефона, и посторонние звуки, резкие колебания. Вы выставляете бегунок на эти резкие колебания, выделяете, но желательно увеличить эту шкалу по максимуму, чтобы вы четко видели начало этого сигнала и конец сигнала, и удаляете этот сигнал. И этого сигнала уже у вас не будет на звуковой дорожке. Вот фрагмент, демонстрирующий, как будет выглядеть опрос при уже при запуске данного видеоролика. Вот Маша и Медведь. И был такой вопрос. Кто появился у Мишки в гостях? Пингвин, белка или же лиса? Ну и надо было ответить, кто же действительно появился в гостях у Мишки. Что еще интересное, это добавление водяных знаков на ваш видеоролик. В большинстве случаев видеоролики, которые создаются преподавателями, они имеют индивидуальный характер. И многие преподаватели хотят, чтобы на этих видеороликах изображалась либо логотип той компании, где работает преподаватель, либо его личный логотип. Личным логотипом является что? Подпись. Каждый видеоролик может сопровождаться личной подписью. Вы можете здесь записать фамилию, имя, отчество и ваш личный логотип. Или логотип вашей школы, или вашего детского садика. Чтобы этот видеоролик был уже узнаваемый в интернете. Делается это также с помощью Камтазия Студия. При записи видеоролика, при готовом уже видеоролике, вы можете вставить этот логотип в любое место данного ролика. Этот логотип может быть справа, слева, в центре, вверху, где угодно. Перед тем, как вставлять этот логотип, вы должны указать место расположения данного логотипа. Но и еще этот логотип, естественно, должен быть у вас заранее создан и заранее иметь расширение JPEG. Если вы хотите, чтобы он был прозрачным, вы его делаете прозрачным. Если вы хотите, чтобы он был на каком-то фоне, то он у вас остается с фоном. Все это дедактируется в Камтазия Студия. Ну и в заключении я хочу еще раз подчеркнуть, как можно наложить звук и видео на презентацию. Камтазия Студия – это программный продукт. Это программа, которая устанавливается у вас на компьютере. После того, как вы установили Камтазия Студия на своем компьютере, он автоматически интегрируется в PowerPoint. И вы в PowerPoint, ну вот, к сожалению, мне после многих попыток не удалось продемонстрировать свой рабочий стол. Вот. И я не могу вам показать настройки PowerPoint, программу PowerPoint. Двумя различными способами вы можете наложить звук и видео на презентацию. Первый способ. Вы после запуска Камтазия Студия выбираете пиктограмму или же команду PowerPoint, запись PowerPoint. Вы переходите в программу PowerPoint. Далее в закладке «Настройки» и в «Настройках» выбираете видеокамеру и микрофон. Запускаете презентацию на выполнение. И ваша презентация будет записываться вместе с видеокамерой и с микрофоном. Вы каждый слайд комментируете и все это записываете в виде видеоролика. Далее, после того, как вы остановили запись, вы переходите в редактор Камтазия Студия и начинаете редактировать свою презентацию. Эта презентация уже будет сопровождаться видеофрагментом и звуком. Если вы хотите записать только звук, вы включаете микрофон, настраиваете микрофон и записываете, комментируете свои слайды только с помощью микрофона. Если с камера и микрофон, то вы записываете и камеру, и микрофон. Вы можете просмотреть в PowerPoint то, что вы записали, и отредактировать в Камтазия Студия. Преимущество Камтазия Студия заключается в том, что это интегрированная система. Интегрированная система, что позволяет вам захват экрана. Преимущество захвата экрана. Преимущество программы захвата экрана. Я не хочу сказать, что единственная программа Камтазия Студия это захват экрана. Камтазия Студия не только захватывает экран, но она еще редактирует и позволяет вставлять водяные знаки, позволяет вставлять комментарии, и она бесплатная. Вот может быть большое преимущество. Та программа, которой я пользуюсь, она бесплатная. Но восьмая версия платная программный продукт. Ну и мне она нравится. Мне нравится она тем, что можно вставить различные... Да, я сейчас вам сброшу... Сброшу... Вот, посмотрите видеоролики. Маленькие, небольшие видеоролики, которые были отредактированы в Камтазия Студия. Записаны они были не только в Камтазия Студия, но отредактированы в Камтазия Студия. Вы можете посмотреть, как это делается, как выглядят эти видеоролики на Ютьюбе. Сразу же они выкладываются на Ютьюбе. Вот большое преимущество. Так, и второй способ. Второй способ наложения звука и видео на презентацию. Я вам это говорила в самом начале нашего вебинара. Ну, я повторю. Первое. Надо сохранить презентацию в формате JPEG. Если вы кликните «Сохранить как», то в многообразии всевозможных форматов в PowerPoint будет формат JPEG. Вы выбираете формат JPEG. После этого у вас на экране появится еще один вопрос. Вы хотите сохранить текущий слайд? Или хотите сохранить все слайды в своей презентации в виде JPEG? Вы сохраняете. Проблема со звуком? Ну, может быть, проблема со звуком. У меня открыта камтазия. Она занимает большие ресурсы. Я хотела демонстрировать вам в живье. У всех проблемы со звуком? Скажите, пожалуйста. Спасибо. Значит, был какой-то небольшой сбой. После того, как вы согласитесь сохранить все свои слайды с расширением JPEG, я еще раз повторю, у вас будет создана автоматически папка. Эта папка будет иметь имя вашей презентации. И в этой папке все ваши слайды будут записаны по отдельности с расширением JPEG. Они будут представлять собой отдельные картинки. Дальше вы заходите, загружаете Камтазия Студия. Если у вас загружена Камтазия Студия, вы просто открываете Камтазия Студия и импортируете мультимедиа. Вы открываете эту папку, выделяете все файлы, которые представляют собой отдельные слайды. А выделяете, вы просто придерживая левую клавишу мыши, выделяете все эти картинки, которые представляют собой презентацию. И импортируете в Камтазия Студия. А потом также перетаскиваете эти слайды на временную шкалу. А дальше ваши действия. Вы, после того, как ваши слайды попали на временную шкалу, вы включаете микрофон в редакторе Камтазия Студия. Включаете камеру и начинаете комментировать каждый слайд в отдельности. Вы можете включить переходы между этими слайдами, вы можете включить звук, наложить звук на эти слайды и потом сохранить данную презентацию в желаемом формате. Что значит в желаемом формате? Желаемым форматом является MP4. MP4 вы можете использовать потом в любой другой презентации. Вы можете отдельно выложить на YouTube или же сразу выложить в блог или же выложить на YouTube. Все это делается с помощью команды, которая, команда сохранить данный видеоролик. Ну, на этом я заканчиваю. Если есть у вас какие-то вопросы, пожалуйста, ко мне вопросы. Здесь я представила презентацию, которая сейчас была предложена вашему вниманию. Урок 1, урок 2 и урок 3. Те ссылки, которые я вам только что бросила в чате. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, я отвечу на любой ваш вопрос. Ну, что, уважаемые коллеги, проводилась запись вебинаров. Можно будет посмотреть. Там, где вы регистрировались вебинар, там будут ли то... Урок 1 не открывается? Ну, я только что просматривала. Урок 1... А 2 открылся? Если вы идите с открытым... Ну, попробуйте, попробуйте еще раз. Он не откроется. Большое спасибо. Попробуйте еще раз. Я проверю. Если не открывается, я перезапишу еще раз. Если у кого-то есть пожелания, я могу записать любой урок и акцентировать внимание на том или ином вопросе. Вы рискуете? Да. Получите домашнюю работу и среды у вас не будет точно. Я просто думаю, что, может быть, мы еще с вами встретимся где-то... Вот, вот, вот. Так, я сейчас отвечу. Сейчас я отвечу на этот вопрос. Да, да, да. Минутку, минутку. Что делать, если убираю шум, убирается видео. Что делаю не так? Вы делаете вот что не так, Полина. Вы делаете... Сейчас я вам скажу, что вы делаете не так. И вы все сделаете правильно. Вот, посмотрите, пожалуйста. На вот этом слайде, на вот этом слайде надо отключить видео от звука. Звук и видео отключить. Когда вы кликаете на видео, кликаете на видео, у вас появится такое окошечко с запросом. Вы хотите отключить видео от звука? Вы соглашаетесь? Да. Я хочу отключить видео от звука. И у вас вот эта дорожка, видео и звук вы будете редактировать совершенно отдельно, независимо друг от друга. Вы звук можете вообще убрать. Вообще удалить звук. И наложить совершенно новый звук. Вы можете комментировать видео. Вот здесь вот музыка играла. Я могла удалить эту музыку и комментировать мультик своим голосом. Все у вас получится. Просто надо отсоединить две звуковые дорожки. Так, что такое? Это картинка в картинке. КВК – это картинка в картинке. Что это такое? Когда я вам сказала, что можно комментировать презентации и записывать на презентацию видео, вот это как раз и будет картинка в картинке. Картинка – это презентация, а ваше изображение – это еще одна картинка. Вот этот режим – это есть картинка в картинке. И эту картинку в картинке можно получить и вот в этом, прям в редакторе. Когда вы включите камеру, да, я вам еще вот что не сказала. Вот это вот МО. МО – это дополнительные возможности. Если вы уменьшите область просмотра, уменьшите, то вот эти пиктограммки появятся. Большие пиктограммки появятся. Область просмотра можно, придерживая левую клавишу, уменьшить. Все области резиновые. Так же, как и в ВОРДе, вот понятие резиновых областей. Многие программные продукты придерживаются такой возможности. Можно переставлять, как вам угодно, переставлять вот эти области, делать их такими размерами, какие вам нравятся. Да, и еще что хочу сказать. Для преподавателей иностранных языков, вот почему кафедра иностранных языков просила рассказывать не только о возможностях Камтазия Студия, но и адапп... запись звука. Запись звука они записывают совершенно в другом программе, не здесь. Потому что данная программа, она в принципе предназначена только для записи изображения. Но звук может записываться не очень хорошо, с какой-то задержкой. И чтобы звук записывался без задержки, они используют программу Adobe Audition. А потом уже совместно в Adobe Audition они записывают звук, здесь записывают видео, а потом совмещают эти две программы. Ну это мои личные пожелания. Вы можете здесь все записать и без потери качества. Замечательно. Какие еще вопросы есть, коллеги? Спасибо большое. Если у вас есть вопросы, пожалуйста. Спасибо большое, Нина Аналина. Очень жалко, что я не смогла продемонстрировать экран, но я попробую исправить. Если меня пригласят, то я уже попробую вам провести мастер-класс. Ну, может быть, на другой платформе или на этой платформе. Пожалуйста, пожалуйста, можете обращаться ко мне. Мой скайп, по-моему, записан в интернете. Мой скайп есть, так что можете связываться, и можете через Марину Ефимовну, у нее все мои координаты. Ну, я же все не выдам. А, конечно. Пожалуйста, обращайтесь, обращайтесь. Я думаю, что мы еще встретимся и не один раз. Да. Потому что это действительно интересно, и может быть даже интересно встретиться, когда попробуем. Появится вопрос. Понимаете, как, когда читаются лекции, лекции обычно транслируются на большом экране, и все сидят за компьютерами, и тогда уже и им интереснее, и мне интереснее отвечать на вопросы. А смотреть презентацию и работать, это, конечно, сложновато. Но я думаю, что мы попробуем и такую возможность. Я думаю, справимся. Ну что, уважаемые коллеги, спасибо большое. Наталья Алексеевна, спасибо. Спасибо вам большое. Потому что это интересно. Если вопросов нет, всем удачи. Спасибо большое коллеге, что посетили вебинар. И Марине Ефимовне особое спасибо. Спасибо. Вам хорошо, что у нас еще время от следы осталось. Я вам желаю удачи. Спасибо. Всего доброго. До встречи. Спасибо.